Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Более того, сегодня нас ждет путешествие по ежегодному событию Дню Открытых Дверей Конюшни Юрвика. Но сегодня оно у нас будет более расширенным, чем обычно, поэтому если вам интересно посмотреть, что же нам добавили сегодня в этом обновлении, и что же добавят нам чуть попозже, то устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Сегодняшним гидом, кстати, будет мой персонаж, Корсар Индре Фэршилд, это человек, который обожает англичан, а также выездку. Я считаю, что данный праздник создан прямо-таки для нее. Но давайте смотреть все по очереди. Центром данного праздника является расположенная в конюшне Юрвика такая база. Здесь вам Лусяна на своем Лузитане проведет экскурсию по данному празднику, ровно точно так же, как и в прошлом году. Также добавлены две гонки. Одна это скаковая дорожка вокруг конюшни, а вторая гонка конкур в загоне данной конюшни. Также приехал магазин, в котором добавлено много нового. И мечта каждого выездюка это новые обновленные выездковые седла. Но, к сожалению, я пока что не могу вам показать, как он не выглядит, потому что данное седло рассчитано на Лузитана, на английскую чистокровную и на арабских лошадей. А также на всех магических лошадок данного вида. К сожалению, разработчики сейчас начали выпускать вещи, не сразу доступные всем лошадям третьего поколения, а пока что только маленькому кругу доступных пород. Но, так как вы уверены, что в будущем ваша порода третьего поколения, то она обязательно станет доступна для этого седла. Вы можете купить его за 110 СК или за 10 тысяч шиллингов в магазине, ровно как и всю остальную амуницию или одежду. В этот раз нам добавили очень такие серо-белые комплекты и бело-зеленые, похожие на униформу клуба бульдогов, если они правильно так называются. Ну и также бордовый комплект, напоминающий нам о барокко, примерно как и прошлогодние. Я вижу, что барокко почему-то как-то очень тесно связано с этим праздником, я даже не знаю почему. Но, если вы обожаете стиль барокко, то, пожалуйста, приезжайте сюда на день открытых дверей и закупайтесь одеждой. Но, кстати, если что, не расстраивайтесь, не обязательно куда-то ехать. Точно такой же магазин находится в Морлэнде, потому что еще одна площадка этого праздника находится именно там. Также у нас теперь есть такая возможность, как за жетончики, как они называются, за весенний жетон мы покупаем амуницию, одежду, а также уход для лошади. Во время этого праздника теперь у Хью в обмен на 10 таких жетончиков мы получаем специальный жетон ветеринарного осмотра, который позволит, как я поняла, моментально привести нашу лошадь в идеальную форму для чемпионатов. Почему же именно для чемпионатов? Все по порядку. Разработчики в этом году сделали очень большой акцент на этом празднике и ввели сюда очень много новинок и даже демо-версий покупки лошадей. Сейчас мы тоже это с вами просмотрим. И, кстати, да, пока что здесь на этом празднике продаются именно около Ярлхейма араб с прошлого года и новый англичанин. Давайте сейчас я, кстати, вам их покажу, а то я немножечко забыла. Просто очень много информации. Я надеюсь, что вы уже на самом деле все это знаете, а те, кто не знают, посмотрят это видео и тоже очень сильно удивятся. Здесь пока что стоят вот такие два коня. Это, как я уже сказала, араб и новый англичанин, который так и стоит 850 СК, но у него очень прелестная масть. Я разрывалась, кому же ее покупать в итоге, любительницы англичан Кассандры или девочки индейц-сухини. Но все-таки это англичанин. Поэтому Кассандра пока что ждет, когда же приедет сюда еще один англичанин в гречку. Уж его-то мы-то точно обязаны купить на этот аккаунт. Тем более, что СК пока что на этом аккаунте позволяет это делать. А сейчас давайте же перейдем в Морланд и посмотрим, что добавили там. Потому что то, что там находится сейчас, не было до этого никогда в этой игре. Так, вот мы и приехали сюда. Да, к сожалению, задания все я уже выполнила. Поэтому сюжетку, мини-сюжеточку данного праздника я вам показать уже не смогу. Да и ее могут посмотреть все, даже те, у кого нету Старайдера. Единственное, я не на всех аккаунтах своих еще выполнила задания с чемпионатами. В общем, суть такая, что вы теперь приезжаете на этот праздник. У вас есть задание с юбилейной такой викториной. Отвечая на вопрос правильно, ну а тут в любом случае вы ответите на него правильно. Вы получите вот такую вот кофточку. Если я правильно понимаю, то на следующем обновлении, а-ля продолжение этого праздника, добавится продолжение этой викторины. Поэтому на всякий случай заходите в игру. Ребята, у вас нету Старайдера, но вы можете получить себе хорошую кофту. Абсолютно бесплатно, просто правильно ответив на викторину. По скриптам, чтобы недолго мучиться, правильный ответ самый нижний, самый последний. Кофточка обладает очень хорошими характеристиками. Это скачка 8, прыжки плюс 1 и команда 4. И сидит очень даже замечательно. Но, к сожалению, она не подходит ни одному из моих персонажей, поэтому пока что просто лежит в рюкзаке. Далее, сейчас, в данный момент, если я правильно все поняла, нам дают опыт за чемпионаты. Также ежедневная гонка, связанная с чемпионатами, нам дадут вам, за внимание, 250 опыта лошади, за то, что мы просто пройдем какое-то одно соревнование. Вам не обязательно участвовать в нем. Главное, пройдите его до конца, поучаствуйте в нем. Даже если, по-моему, вы врежетесь или не доедете до него, главное, что вы в нем побывали. Ну, а если вы будете на определенном чемпионате, то там тоже стоит девочка, которая даст вам задание, точнее, вы должны будете его взять. Там еще плюс 250 опыта, и там уже, по-моему, критерии обязательно доехать до конца этого чемпионата, чтобы выполнить данное задание. И еще один бонус, как я понимаю. Просто за то, что вы участвуете в чемпионате, вам тоже дается какое-то количество опыта. Я не знаю, сколько, но, по-моему, тоже 250. Поэтому сейчас абсолютно все игроки подходят сюда, к вот этому графику чемпионатов, и смотрят расписание на каждый день, чтобы поучаствовать в каждом этом чемпионате. И да, кроме того, за участие в каждом чемпионате, даже если вы не заняли призовое место, вам дадут 200 шиллингов. А вы посчитайте, сколько тут чемпионатов за день с 6 утра до 11 вечера. Каждый час вы можете зарабатывать себе плюс 200 шиллингов. Сейчас это актуально, потому что вещи все-таки можно покупать не только за СК, но и за шиллинги. А СК остаются пока что на дальний план. Поэтому давайте активируйтесь и прямиком вместе с нами зарабатывать эти шиллинги, чтобы покупать себе одежду. Потом к нам приехал Стив сюда с питомцами. Это очень странно. И я, кстати, только сейчас заметила, что у него на руке сидит ворона сорока. Нет, это сорока сидит. То есть сорока, это сорока сидит. Нам пока что добавили сюда двух питомцев. В платных за 350 СК это два кролика. Ребят, не советую опять же их покупать, потому что с СК сейчас большие проблемы, только если у вас не гигантские залежи, как у Скруджа Макдака денег. И также за вот эти вот весенние жетончики вы можете за 70 штучек обменять себе черного-белого кролика. Но опять же не советую их пока что тратить, потому что в будущем, может быть на следующей или через неделю, в продолжение данного фестиваля праздника нам добавят еще двух питомцев. Это вот этого вот ворона. Да, очень странного, коричневого. Но он мне очень сильно нравится на самом деле. Он напоминает мне чем-то походный облик летающей птицы Тауренов. Если так можно сказать. В общем, да, странные у меня отсылочки, но тем не менее. И также вот эту сороку тоже должны будут добавить. Ну, судя по тому, что она сидит на стороне платных зверей, сорока будет за СК, а вот эта красотуля будет как раз за жетончики. Но пока ничего сказать не могу. Также и прямо здесь у нас есть шкаф, в который вы можете залезть и переодеться, поменять одежду. Или же вы, к примеру, обменяли кучу предметов, одежды или муниции за жетончики. К примеру, комплект Бобка для конкура. Да, если вы обожаете белый-розовый, то вам прямиком сюда. Здесь вам и очки, и букентик, и бантики, и все остальное. Я надеюсь, кстати, что в следующем году все это просто добавят в магазин. Перенесут. По-моему, в этой игре почти ничего не пропадает бесследно, кроме старых лошадей, и не совсем старых лошадей, и каких-то вещей по кодам. А также есть комплект золотого барокко для наездницы. Именно здесь я и решила себе взять только седло, но почти все мои знакомые взяли себе полный комплект. Седло, уздечка, нагавки, плюс вальдтрап. Ну, мне как-то на все остальное без разницы, на самом деле. Как показывает мой жизненный опыт в ССО, важнее, чем седло, и уздечки нету ничего. Ну, уздечки у меня уже есть хорошие, поэтому я пока остановилась на седле. Здесь также у нас появилось две фотозоны. Если вы любите фоткаться, и потом вырезать своего персонажа, и вставлять его куда-то в другое место, или накладывать на что-то еще, то вот, пожалуйста, фотозоны есть. Правда, она очень странная, все равно отдается какая-то тень, но, тем не менее, она тут присутствует. Здесь стоит теперь еще у нас девочка Беатрис, которая как раз дает нам тоже жетончики, при жетончике за скачку, и 400 опыта для лошади, ну, и также 100 шиллингов, и 25 опыта конюшни Морланда. Но ничто не стоит с этим наравне, как 400 опыта лошади в Морланде. Так что теперь все тут бегают, и ежедневно качаются в этой скачке. Скачка, кстати, очень простая, мне она понравилась, такая веселенькая, придает этому празднику еще больше красочности, и как-то свободы свежего воздуха. Также здесь, как я говорила, тоже стоит Хью, у которого за 10 жетончиков можно купить моментальное повышение настроения вашей лошади. И вот этот еще один магазин со снаряжениями. Он точно такой же, как в конюшне Юрвика. Ничем не отличается. Просто то же самое. А еще зачем-то они решили сюда поставить парикмахера. Ребята, я только что вспомнила, что я кому-то хотела из своих персонажей, какому-то коню, поменять прическу. Но не было парикмахера. Мне надо срочно бежать сюда. Вот только осталось вспомнить, кому же я хотела менять гриву. Проблема века. Теперь, наверное, и не вспомним. А теперь давайте немножечко о грустном. Кроме того, что сюда перенесли как раз недостающих лошадей с конюшни Юрвика, это два лузитана и один андалуз, то здесь же стоят три несчастных лепициана. Мне их, если честно, очень жалко. Для тех, кто не в курсе, это последний раз, когда данные лошади находятся не то что на этом празднике, но и, в принципе, в игре. По каким-то неведомым причинам разработчики решили убрать еще и этих красавцев. И от количества убираемых лошадей, которые я даже не могу купить на один определенный свой аккаунт, мне становится не то что грустно, не то что как-то плохо. Мне становится очень злостно от того, что я не понимаю причины, по которой убирают лошадей. Ладно, они нарушили какие-то права, связанные с вишней и березой, но мне все равно жалко, почему они убирают лошадей первого поколения. Прорекламируйте их, покажите их людям, делайте какие-то обновления, мол, что на них еще большая скидка, что еще что-то. Вы показываете их в новостях, в записях, вас смотрят в твиттере, в ютубе, в инстаграме. Просто заявляйте о этих лошадях. Люди не узнают о них просто потому, что их где-то нет. Ну, задание с ярмаркой периодически забывается, и люди просто его не выполняют, они просто так это не узнают. Поэтому до конца этого праздника у вас осталась последняя возможность. Мне прям грустно говорить слово последнее. Я его на канале произношу слишком часто. Мне от этого стыдно становится, и просто плохо до слез. Вы можете купить этих лошадок. У меня благо на основном аккаунте, они все есть. Также я планирую купить всех этих троих лепицыанов на другой свой аккаунт, на Дашу Пунихом. Двух я уже успела купить. Осталось накопить до конца. Я как раз успеваю. И купить лепицыанов гречку. А теперь давайте самое интересное. Если честно, я не помню, есть ли это у этого персонажа. Нет, нету, к сожалению. В общем, нам добавили новую менюшку покупку лошади. И она очень классная. Советую вам зайти посмотреть. Возможно, вы везунчик, которому эта возможность досталась. Это такая демо-версия. Вы приезжаете сюда, нажимаете на любого из этих лепицыанов и щелкаете каждую кнопочку, которая будет в обновленном интерфейсе покупки лошади. Это прекрасно. Я хочу сказать, что это реально... Вот это классная штука. Во-первых, вы там можете посмотреть сразу перед покупкой, как эта лошадь данной породы исполняет аллюры. Какие масти в принципе есть у данной породы. Потом у вас, если я так понимаю, в будущем будет полный каталог всех покупаемых лошадей. Также вы можете прямо во время покупки сразу определиться, хотите ли вы поменять гриву. За это придется доплачивать. Как всегда, плюс 19 СК к стоимости лошади. И во время покупки у вас появляется такая катсцена, как вы знакомите со своей лошадкой, как вы ее чешете. И в этот момент вы можете решить для себя, вы хотите отправить данную лошадь в конюшню или пересесть на нее прямо сейчас. Но, к сожалению, если вы нажимаете отправить лошадь... Если вы нажимаете на пересесть на данную купленную лошадь прямо сейчас, вся амуниция, которая находилась на лошади, на которой вы были изначально, вся эта амуниция улетит вместе с вашей лошадью в конюшню. И вы просто окажетесь на голой лошади. И вам придется все равно бегать либо в конюшню, либо в шкаф на этом празднике, чтобы ее переодеть. Но просто что хочу сказать, что да, вот эта идея с обновленным интерфейсом покупки лошади, это очень классно. Мне понравилось. Вот. Что же ждет нас в будущем? В будущем нас ждет продолжение данной тематики этого праздника, этого фестиваля. На следующей неделе приедет праздник поездка красной нити, который, если честно, меня не особо как-то цепляет. Но... Что есть, то есть. Что добавляют, то добавляют. Вот. Ну, а дальше там уже, наверное, ближе к обновлениям. Будем говорить о том, что есть, о том, что будет. А, кстати, еще самая интересная новость. Для любителей приложения на телефон или планшет Star Stable Horses. Там теперь обновление. Такое произошло очень странное. У нас появился сад. И в этом саду вы можете выращивать разные вкусняшки для лошадей. Особенности яблочки, схорочек, сена. И эти вкусняшки теперь каким-то магическим образом восстанавливают энергию лошади. Я еще не смотрела, как это работает, потому что у меня в конюшне места вообще подзабито все. Они закончились, все эти места. И у меня все лошади уже выращенные, поэтому проверить это я ну никак пока не могу. У меня нет в этом никакой необходимости. Но сам факт, видимо, когда у вас лошадь устает, у нее нету сил, чтобы выполнять следующий этап повышения уровня путем тренировок, вы ее кормите вкусняшками, и у нее, видимо, то ли время уменьшается, то ли сразу она восстанавливается и готова тренироваться дальше, я не знаю. Напишите в комментариях, кто уже попробовал данную схему, как она работает и вообще удобно ли это и имеет ли это смысл. А теперь такой мини-спойлер. Ребята, я купила камеру только что сегодня, прям буквально час назад, может быть уже два часа назад, я купила камеру. И теперь, я думаю, в будущем, не в далеком, а вот уже буквально на следующей неделе я предлагаю провести с вами стрим. Поэтому напишите также, вот это сейчас очень важно, напишите время по Москве, в какое время вам бы удобно было провести со мной стрим, на который вы смогли бы прийти, покататься, покачать со мной коней. Также напоминаю, что в описании есть моя группа ВКонтакте, такой а-ля конный сусошный дневник. И там же есть данные, что я играю на сервере Папайя Понт. Вот. И поэтому также в этой группе, внимание, да-да-да, впервые в жизни, в этой группе я размещу пост, когда, во сколько и где мы будем собираться перед тем, как я начну стримить. Так что, если вы очень хотите поучаствовать в этом, то пишите время, удобное для вас. Это вот прям очень важно. У меня на канале вас столько подписчиков, что мне прям хочется с вами, со всеми пообщаться, встретиться. И мне будет очень приятно это сделать. И просто сказать вам всем лично спасибо, всем тем, кто придет на этот стрим или на эту тусовку, сусошную прогулку. И просто, чтобы прообщаться. Вот, так что ставьте лайки, пишите комментарии по данному вопросу. А на этом я с вами прощаюсь. Пойду осматривать свою обновку. А вам я желаю не забывать тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. И до встречи на скором стриме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова